друзья всем привет я сегодня покажу вам еще один жилой комплекс на западном обходе который продолжает формировать новую инфраструктуру по моему мнению самого перспективного микрорайона в городе краснодаре на западном обходе уже сейчас строится очень большое количество жилых комплексов со своими плюсами минусами с различной ценой с различными ипотечными программами и простому человеку достаточно сложно разобраться вот во всей этой большой стройке я уверен что наши видео обзоры помогают вам понять особенности каждого жилого комплекса и выбрать тот вариант который подходит именно вам а в сегодняшнем видео обзоре речь пойдет о жилом комплексе лета при работе с запросами клиентов я часто слышу мнение что западный обход это вот где-то далеко по отношению к центру что здесь есть проблема с транспортной доступностью что трамваев здесь никогда не будет друзья я прожил в этом микрорайоне уже более трех месяцев и я абсолютно не увидел для себя ничего критичного экспериментируя вот с поездками на своем собственном транспорте либо на общественном транспорте до часы пик стоят абсолютно все районы города краснодара и проживая в любом районе города вы должны для себя вот планировать свое время понимать когда можно выезжать центр города когда этого лучше не не делать поэтому что касается западного обхода то я для себя сделал открытие и прожив здесь три месяца увидел что западный обход не менее доступен чем улица восточная кругляковская либо улица кирилла россинского и тем более более доступен чем восточный обход что касается трамваев то они здесь будут и в рамках первого этапа проекта магистраль трамвайная линия от западного депо до немецкой деревни уже будет реализована концу двадцать четвертого года на одном из последних совещаний мэр города краснодара евгений наумов был обеспокоен темпами реализации вот строительство новой трамвайной линии но группа сенара подтвердила что первый этап строительства да и весь проект магистраль будет реализован в точно установленный срок еще раз напомню что трамваи здесь появятся уже концу двадцать четвертого года вы для себя можете представить как изменится транспортная доступность всего этого микрорайона и западного обхода название жилого комплекса лето четко прослеживается в концепции всего комплекса если мы с вами посмотрим вот на фасад сейчас то увидим керамический кирпич серого цвета который кстати вот отличается от массовой застройки вот от красного кирпича светлого кирпича здесь он выглядит очень приятно обратите внимание вот на свободные места где нет керамического кирпича эти места будут отделаны алюма композитом различных оттенков напоминающих нам цвета лета в приоритете будут желтые цвета оранжевые цвета светло-зеленые в этих же оттенках будет выполнена придомовая территория входные группы ну и также соответственно крашены стены на этажах поэтому у жителей жилого комплекса лето но будет не только три месяца в году а весь год друзья сейчас я нахожусь в офисе перед таким большим планшетом с помощью которого вот есть возможность показать как будет выглядеть проект после ввода в домов эксплуатации жилой комплекс лето реализуется на земельном участке площадью 6 гектаров состоит из двух частей вот можно сказать первые две очереди строительства располагаются здесь а вторые две очереди строительства будут располагаться за школы комплекс состоит из 11 литеров из которых 9 жилых домов в девять этажей и одно коммерческое помещение в два этажа и паркинг который тоже здесь располагается уже в в крайних очередях строительства на 499 мест как я уже сказал строительство ведется в четыре этапа первый этап строительства это у нас литер 11 литер 1213 коммерческое помещение в два этажа будет сдаваться в четвертом квартале 24 года второй этап литер 1516 и 17 а также паркинг будет сдаваться во втором квартале 25 года третий этап дома которые будут располагаться за школой это у нас литер 2122 будет сдаваться в четвертом квартале 25 года и за ними совсем рядом еще 6 этап строительства это литер 22 который будет сдаваться во втором квартале 26 года на территории жилого комплекса уже сдан детский сад совсем рядом строится еще один детский сад и школа как которую я уже показывал один садик введен в эксплуатацию школа у нас будет запущена уже в следующем году и будет действовать ну и также хотел бы добавить что совсем рядом с жилым комплексом лето строится еще три детских сада и одна школа поэтому вопрос с тем чтобы устроить своих деток детский сад либо школу в этом территориальном положении фактически уходит в прошлое территория жилого комплекса будет закрыта и будут иметь три въезда 1 у нас располагается около литера 11 шлагбаумы 2 у нас располагается около литера 16 и 3 около литера 13 с помощью системы умный дом вы без проблем сможете управлять этими шлагбаумами то есть вам приехали знакомые вы посмотрели по камерам кто к вам приехал и со смартфола подняли шлагбаум к вам пришли в гости друзья ну и конечно классически вы сможете управлять этими шлагбаумами с помощью пульта друзья ранее вам говорил что проект магистраль будет реализованы как раз таки вот здесь мы наглядно видим что уже на проекте прорисована трамвайная линия две полосы в одну сторону две полосы другую сторону посередине вот как раз таки ходят трамвайчики поэтому все застройщики в данном территориальном положении прекрасно понимают что трава трамвайная линия будет реализована и в своих проектах это все уже прорисовывают с транспортной доступностью здесь тоже все хорошо остановка общественного транспорта совсем рядом то есть вышел с жилого комплекса и соответственно остановка практически на пешей доступности также здесь располагается пешеходный наземный переход то есть в одну сторону когда вы едете на общественном транспорте вам не нужно переходить через дорогу а если в другую сторону то есть по улице красных партизан вы перешли с помощью пешеходного перехода дорогу и сели на троллейбус либо другой общественный транспорт и без проблем доехали в центр друзья но сейчас я нахожусь на строительной площадке жилого комплекса лета это первая очередь строительства и с правой стороны от меня литер 1 1 с другой стороны строится литер 1 2 и вот как раз таки рядом коммерческое двухэтажное здание которое показывал на планшете и за ним строится литер 1 3 напомню вам что первую очередь строительство сдается четвертом квартале 24 года а вот что касается второго очереди строительства то мы здесь тоже можем увидеть чуть-чуть далее литер 1 5 напротив него 16 и соответственно 17 вторую очередь строительство напомню сдается у нас уже во втором квартале 25 года и как вы видите по первую очередь строительство здесь уже высокая степень готовности фактически с внешней части осталось вот только доделать фасад да внутри уже инженерные системы друзья обратите внимание на расстояние между домами здесь однозначно не будет эффекта окна в окна и вот это все пространство которое вы сейчас видите как раз таки будут являться придомовой территории первой очереди строительства здесь будет спортивная площадка далее будет детская площадка которые будут выполнены вот из экологически чистых материалов с безопасным покрытием и эти площадки будут закрытого типа то есть за безопасность ваших деток абсолютно не нужно будет переживать а за литером 1 2 будет располагаться еще одна спортивная зона и зона отдыха там уже будет баскетбольная арт-площадка которая является и фото зоной там же располагается айрари где вы сможете под кронами деревьев именно покататься на качелях ну и конечно же зону отдыха для взрослых чтобы вы могли спокойно наблюдать за своими детками также на придомовой территории будет выполнено многоуровневое ландшафтное зеленение будет вся эта история с подсветкой также многоуровневой находиться в комплексе лето будет очень приятно и комфортно что касается технологии строительства то дома возводятся по монолитно-перекрестной стеновой технологии то здесь будет железобетонный каркас в качестве фундамента выступает монолитная железобетонная плита внешние проемы заполняются газобетонным блоком 300 миллиметров межквартирные перегородки 200 миллиметров а вот межкомнатные уже 100 миллиметров далее каркас дома утепляется минеральной ватой толщиной 100 миллиметров ну и далее как видите уже идет керамический облицовочный кирпич также в составе дома используется витражное остекление не во всех квартирах но в большинстве случаев оно присутствует все придомовое пространство выполняется в жилом комплексе лето в концепции безбарьерная среда то есть вам будет очень легко передвигаться по самому комплексу а также заходить подъезды вот я сейчас нахожусь около третьего подъезда литер от 1 3 и вот видим да как сейчас это все выглядит но в будущем вся вот эта подушка будет поднята и фактически у вас будет вот прямой вход с уровня земли именно в подъезд входные группы будут выглядеть тоже очень интересно здесь будет витражная стеклянная дверь ну а если мы с вами внутрь пройдем то здесь окажемся в будущем тамбуре то здесь будет еще одна перегородка из витражного остекления поэтому все здесь будет выглядеть очень круто ну а сейчас давайте вам расскажу как будет организовано все в холле как ранее вам говорил здесь будут установлено вот витражная витражные входные двери из алюминиевого профиля это очень важно и они будут не одни здесь кстати будут отсекаться вот эта зона тамбура такими же витражными дверьми и в этой зоне посмотрите какая ширина здесь очень много пространства будут расположены почтовые ящики здесь будет выполнено озеленение и конечно же вот весь холл будет выполнен в концепции всего комплекса то есть желтых светло-зеленых а раджевых оттенках и светодиодное освещение будет придавать этому еще более красивый вид поэтому места здесь очень много и жильцам дома будет очень комфортно здесь передвигаться ну и мне здесь очень нравится то что здесь вот есть зоны которые нужны каждому жилому комплексу первое очень большая колясочная здесь вы здесь вы без проблем оставите свои коляски и места хватит всем далее идет санитарная зона где будет установлен туалет раковина и так жила помочь на очень важно потому что ваши детки будут пользоваться вот это санитарной зоной ежедневно мне нужно будет подниматься на 3 4 5 6 7 этаж а без проблем они зашли внутрь воспользовались санитарной комнатой побежали дальше играть далее еще одно очень большое помещение которое является велосипедной впервые вижу вот именно такую площадь этого помещения и сразу становится понятно что здесь место хватит всем велосипедистам поэтому здесь вы без проблем припаркуете как велосипеды так и какие-то возможно вот детские игрушки какие-то детские транспортные передвижные средства далее из холла мы с вами попадаем через еще одну дверь с витражным остеклением уже в лифтовую зону сейчас я нахожусь в лифтовой зоне здесь места достаточно чтобы комфортно было воспользоваться лифтом погрузить разгрузить свои собственные вещи в каждом подъезде устанавливается по одному грузопассажирскому лифту и есть вот такая лестница с которой вы можете подняться на любой из этажей количество квартир на этаже в зависимости от дома и подъезда от пяти до девяти я сейчас нахожусь в литере 1 3 и здесь фактически 5 квартир на этаже 1 2 3 4 5 5 квартир это крайне комфортно и добавляет вот дополнительную приватность по инженерным сетям здесь будет размещаться коллекторный шкаф откуда будет у нас эти разводка отопления по всем квартирам далее здесь будет располагаться электро счетовая где будет помимо электро счетчика у нас также идти вот с этого места разводка того же самого интернета по квартирам какая здесь будет отделка будет выглядеть все очень красиво по полу будет уложена керамогранитная плита стены будут окрашены опять-таки в цвета общей концепции комплекса но светодиодное освещение будет добавлять вот дополнительных красок друзья давайте сейчас на примере однокомнатной квартиры покажу вам как выполняется все внутри сейчас я нахожусь в однокомнатной квартире 40 квадратных метров но это не имеет сейчас особого значения потому что планировок здесь очень много есть из чего выбрать моя задача сейчас вам показать вот как выглядит квартира на данном этапе строительства потому что в дальнейшем здесь будет предчистовая отделка будет стяжка пола стены будут оштукатурены произведена полная разводка электрики но остекление выполнена уже сейчас да сейчас есть прекрасная возможность увидеть вот из чего выполнена ваша квартира какие перегородки если мягкие связи где у нас расположена вот часть из монолита где у нас из газоблока межкомнатной перегородки в дальнейшем когда вы будете принимать квартиру вы этого естественно не увидите поэтому давайте сейчас вам подробно все расскажу и покажу я сейчас нахожусь санузле и планировки в принципе в жилом комплексе лето стандартные как и во всех на новостройках стандартная прямоугольная форма но я обращаю ваше внимание на то что стены сделаны из газосиликатного блока которые имеют высокую влагопоглощаемость да когда вы будете принимать квартиру здесь уже будет цементно-песчаная штукатурка которая вот высоко щелочная не позволяют грибку образовываться и размножаться но моя рекомендация я вам рекомендую по стенам где у нас размещен газосиликатный блок проводить дополнительную гидрозавиацию кроме кроме вентиляционной шахты посмотрите она у нас выполнена из керамического бутового кирпича который имеет влагопоглощаемость не более одного процента и это очень большой плюс потому что застройщик здесь не экономила мог бы также как и вот по стене сделать вентиляционную шахту из газосиликатного блока но при этом в дальнейшем бы через лет пять вы бы столкнулись со следующей проблемой когда у нас газосиликатный блок бы впитал бы в себя все запахи влагу которую вот идут через венканал и дом бы имел бы вот неприятный неприятный запах как вот мы ощущаем иногда вот старых домах здесь большой плюс что этой истории не будет пойдемте дальше покажу вам что в комнатах сейчас я прохожу в кухню и площадь составляет 10 квадратных метров и здесь также мы видим обратную сторону вот вентиляционной шахты и межквартирной перегородки из газосиликатного блока также обращаю внимание что здесь сделано все по технологии мягкие связи и соответственно закладные которые у нас крепят газоблок именно к монолитной уже стене что можно сказать по по данной кухне здесь есть прекрасная возможность увеличить ее площадь да здесь идет оконный блок кто-то его оставит потому что в принципе он выглядит тоже приятно вот витражное остекление пол двери но элементарно можно увеличить площадь кухни просто напросто убрав эту часть то есть перегородку но при этом вам придется конечно же потратиться и хорошенько утеплить лоджию сейчас я прохожу в основную комнату однокомнатной квартиры площадь составляет 16 квадратных метров и здесь все стандартно как и на кухне которую я показывал ранее обращаю ваше внимание на такую функциональную нишу где вы можете установить шкаф-купе либо поставить кровать либо диванчик а вот за оператором находится уже выход на объединенную с кухней лоджию как и как я говорил вам ранее планировочных решений в жилом комплексе лето очень много и чтобы во всем этом разобраться я рекомендую вам пользоваться сайтом компания ассоциация застройщиков где вы можете провалиться в карточку жилого комплекса лето увидеть все остатки планировки цены которые обновляются ежедневно это очень полезная информация для того чтобы вы приняли решение о покупке квартиры потому что важно не только ориентироваться на планировку либо цены квартиры но также владея информацией как реализуется вот тот или иной жилой комплекс какой скоростью продаются однокомнатные квартиры двухкомнатные трехкомнатные ну и очень второй очень важной информацией для принятия решения для покупки квартиры конечно же является ипотечные программы скидки и акции в том или ином жилом комплексе я бы сейчас вам долго рассказывать о том какие здесь ипотечные платежи как можно купить квартиру без первоначального взноса но я рекомендую обращаться все-таки к нашим менеджером компании ассоциации застройщиков по номеру 8 800 550 2393 и наши ребята вам расскажут не только об особенностях той или иной квартиры либо жилого комплекса подберут именно ту ипотечную программу которая будет выгодна именно для вас друзья ну вот я прохожу на лоджию котором я на ранее рассказывал и площадь составляет 7 и 3 квадратных метров оплатите вы за нее с коэффициентом 0 3 то есть только за 2 и 2 квадратных метра здесь мы видим вот стандартное остекление до в дальнейшем но также большая часть квартир жилом комплексе лето будет выполняться именно с витражным остеклением пол здесь вот стандартный вариант французское остекление в таком виде это лучше можно использовать по стандартному назначению можно здесь делать зону отдыха рабочий кабинет просто здесь отдыхать ну как ранее я вам говорил вот эти вот внешние блоки они не являются несущими и вы в дальнейшем можете их просто убрать и увеличить пространство либо кухне либо комнаты тем самым у вас появится вот дополнительный свет а представьте если здесь будет витражное остекление сколько света и какой вид будет открываться из кухни либо из комнаты когда вы уберете эту внешнюю перегородку будет выглядеть очень круто и тем самым у вас появится еще дополнительная возможность трансформировать свою комнату сделать дополнительную гардеробную увеличить пространство общей квартиры при том что заплатите в за это с коэффициентом 03 очень круто в шаговой доступности жилого комплекса это располагается остановка общественного транспорта где ходят маршрутный такси троллейбус номер 4 на которых вы без проблем сможете добраться в любую часть города краснодара что касается инфраструктуры района по социальным объектам школам детским садам я вам говорил ранее что здесь вопрос ближайший год будет полностью закрыт что касается развлекательной сферы то рядом на западном обходе построен новый торгово-развлекательный центр west mall где есть все брендовые магазины очень большой детский центр ну а кто привык красной площади то вы без проблем сможете добраться от жилого комплекса лета практически за 20 минут до самого крупного торгово-развлекательного центра города краснодара медицинский кластер располагается на улице красных партизан там краевая клиническая больница детская городская больница там же располагается учебный класс кластер это краснодарский кубанский аграрский аграрный университет где есть любые факультеты на выбор но буквально через дорогу располагается самый большой крупный микрорайон городе краснодаре это микрорайон самолет где уже ближайшие два года появится поликлиника станция скорой медицинской помощи и детские сады которых я говорил здесь будет 10 штук 4 школы ну и конечно же вот эта замечательная инфраструктура которую вы сейчас видите на фоне поэтому жилой комплекс лето имеет вот всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания ранее я вам говорил что ближайшие несколько лет западный обход станет новой точкой притяжения в городе краснодаре тем местом куда сейчас стремится бизнес с тем местом где сейчас хотят многие проживать и те кто это понимают покупают квартиры по выгодной цене здесь и сейчас жилом комплексе лето сейчас можно купить студию по цене трех миллионов 250 тысяч рублей однокомнатную квартиру за 4 миллиона 750 тысяч рублей двухкомнатного 6 миллионов рублей а вот трехкомнатного от 8 с половиной миллион рублей и это дешевле чем соседнем масштабном проекте самолет где от глобальная инфраструктура и конечно же это является большим плюсом что по соседству жилым комплексом лето есть такой большой проект с глобальной инфраструктурой друзья я вам сейчас озвучиваю цены пожилому комплексу лето которые актуальны на дату записи этого видео обзора но возможно вы будете смотреть от видео обзор в октябре в ноябре и цены уже будут меняться поэтому чтобы владеть актуальной ценой заходите наш сайт компании ассоциации застройщиков и вы там увидите актуальную цену которая обновляется ежедневно также можете увидеть планировки цены и остатки и принять для себя решение покупки того или иного комплекса подписывайтесь на наш телеграм-канал где мы публикуем все новости рынка недвижимости города краснодар а также подписывайтесь на наш youtube канал где вас ждет еще много интересных видео обзоров жилых комплексов города краснодара меня зовут кирилл орениченко компания ассоциация застройщиков и я с вами прощаюсь всем пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok